Итак, всем привет, дамы и господа, добрейший денечек, с вами Криптофитейф и сегодня у нас обзор инка криптовалют, последние новости за 24 часа, прогнозы по биткоину, подведем итоги, какие биржи уже сейчас закрылись и соскамились на данный момент, хочу сказать, их значит 4 штуки и нужно отметить, что эти биржи, ну не то что даже закрылись, а некоторые из них соскамились и в итоге люди потеряли деньги. Именно такой должна быть перезагрузка рынка, именно такой должен быть рынок, который не щадит никого перед тем, чтобы вырасти. Что касается значит криптовалют, сейчас мы видим, что растут из топов, единственные криптовалюты это Binance Coin и Bitcoin SV, до этого днем и с утра у нас рос Binance Coin, собственно здесь люди у нас благодарили значит о том, что я давал, какие цели я давал по BNB. И нужно учесть, что сейчас целей исполнено 4 и конечно я их опубликую после того, как будут отработаны все 5 целей по Binance Coin. Нужно учесть сейчас, что Binance Coin конечно взял передышку, конечно это связано с тем, что в этом у нас месяце был объявлен новый проект Launchpad, ну и также помимо этого конечно мы увидели непосредственно принятие карточек дебетовых и кредитных, с помощью которых можно покупать криптовалюту на бирже и это очень даже хорошо, чтобы переводить фиатные деньги, покупать криптовалюту, чтобы она была доступна. Это говорит о том, что биржа еще развивается и если мы говорим о том, что сейчас очень опасно на ней держать средства, ну на самом деле да, действительно очень опасно держать криптовалюты на биржах, на всех биржах, включая Binance, BitMEX, BitFenix и другие. Но необходимо учесть, что для этого конечно существуют холодные кошельки и необходимо конечно уделить время безопасности, чтобы сохранить ваши криптовалюты, если вы ими конечно же дорожите. Если вы торгуете, то на Binance торговать пока что нормально и не приходится бедствовать. Что касается биткоина, что нужно учесть сейчас, то что биткоин у нас потрогал 3400 долларов, всячески конечно по биткоину у нас происходит не очень движение, повысилась волатильность. Это кстати плюс, то что биткоин уже рынулся на минус 2% и в то же время мы видим, что криптовалюты ведущие, Ethereum, Litecoin, XRP, ну опять-таки не очень себя ощущают. Что по Ethereum, мы здесь даже еще не трогали 100 долларов, не заходили за эту отметку. Что касается лайткоина, уверенно торгуются 30 долларов, поэтому пока что по альтам нету какой-то критической зоны накала, чтобы их либо сбрасывать, если вы там покупали, их по 120 долларов. Либо все-таки как-то холдить тоже нету как такового желания, несмотря на то, что если мы будем смотреть, что у нас значит по Ethereum, это то, что пользователям Android стала доступна покупка Ethereum через кошелек браузера Opera. И соответственно, правда на данном этапе эта возможность доступна жителям только трех скандинавских стран, Швеции, Норвегии и Дании. Нужно отметить, что необходимо обеспечить простоту покупки и использования криптовалют, чтобы поспособствовать более широкому распространению технологии. Что нужно отметить, что этих пользователей еще необходимо научить, чтобы они могли устанавливать холодные кошельки, иначе они купят этот Ethereum, будут хранить на каком-то плохом кошельке для Android и в итоге потеряют этот Ethereum. Поэтому необходимо учитывать то, что такие пользователи должны учиться о зам, значит того, чтобы обезопасить свои средства, свои криптовалюты, свой Ethereum. Что касается того, что здесь стоит ждать, я считаю и до этого предположения давал то, что у нас непосредственно Bitcoin может очень хорошо дать импульс на низ, на минус 300 долларов. Нету сейчас каких-то сверх барьеров, чтобы это сделать. То есть наоборот, сейчас рынок смотрит вниз, как я в принципе и говорил до этого. Я и говорил, да, очень моя любимая фраза. Ничего не способствует тому, чтобы Bitcoin сейчас провалился на 3200 и чтобы у нас пошли дикие продажи. Но с другой стороны, в лонг на 3200 долларов я бы встал. А что касается сейчас, я бы не задумался над тем, чтобы торговать Bitcoin. Торгуем мы сейчас другими криптовалютами, более интересными криптовалютными активами, на которых можно приумножить свой фиат, а не то, что Bitcoin. Да, Bitcoin очень скучноват. Ну, что касается шартов позиций, 25 тысяч у нас прибавил. Ну и в то же время у нас вырос лонг. Поэтому, ну, Bitcoin как инструмент, несмотря на то, что он влияет на общее настроение рынка, он сейчас менее интересен. Что касается, значит, 4-х криптовалютных бирж, которые в итоге были закрыты. Что это за биржи, которые были закрыты в 2019 году? Давайте рассмотрим. Ну, во-первых, это криптопия, где у нас было потеряно 16 миллионов долларов. Вернее, у них, да, потому что я не торговал на этой бирже, я ее не продвигал. Более того, я о ней даже ни в каком видеоролике не говорил с точки зрения того, чтобы вы там регистрировались или что-то покупали, тем более хранили. Более того, я про Binance не могу это сказать. И я не могу сказать, что Binance это идеальная биржа, где нужно хранить свою криптовалюту. Торговать, да, хранить и нет. Поэтому мы видим, что в итоге полицейские ничего сейчас не могут сказать. Не могут, значит, найти преступников, хакеров. И в итоге мы видим, что в итоге это все дело, короче, замнется. И если в этом, кстати, замешаны те, кто владеет криптопией, то у них, возможно, все сойдет с рук. Поэтому это вполне возможно. Также у нас следующая биржа это Liqui.io. Это украинская биржа, которая была в итоге закрыта. Из-за того, что нет ликвидности, никто туда не заходит, ничего не покупает. Я о ней узнал, кстати, впервые скана биржи какая-то украинская. Непонятно, чья это биржа и зачем она вообще была здесь на рынке. Дальше у нас CoinPulse, тоже биржа, которая в итоге у нас объявила о закрытии. Кстати, это было недавно. И нужно понимать, что придется приостанавливать все торговые операции. И нужно отметить, что биржа направляется на бессрочное обслуживание. И все операции и депозиции с 1 февраля 2019 года, они приустановлены. И мы будем удержать снятие средств открытым до 7 февраля 2019 года. То есть, возможно, кто торгует, у вас есть время. На этой бирже впервые слышу, я не знаю, что это за биржа. И у нас еще одна канадская биржа, большая биржа, это Quardica CX, где умер ее владелец. Нужно понимать, что у владельца этой биржи на кошельке Litecoin было очень много денег. Были какие-то движения Litecoin, и нужно понимать, что помимо Litecoin кошелька, помимо Litecoin, у него были также другие криптовалютные активы, биткоины, значит, Ethereum. И все это имело стоимость 190 миллионов долларов. Все эти ключи он забрал с собой в могилу. Ну, что хочется сказать. То есть, я считаю, что это только начало. И что у нас на очереди? Возможно, будет KuCoin, HitBTC. Это какие-то непонятные биржи, на которых я лично не торгую. Хобби есть еще такая биржа. Это вот биржи, которые лично для меня отходят на второй план. Но также не нужно исключать, что взлом и всякие казусы могут быть в отношении ведущих бирж. Бинанс, BitMEX, BitFenix. И нужно понимать, что биржи пригодны только для торгов, для приумножения своего фиата. Нужно еще уметь это делать для того, чтобы хранить там свою криптовалюту. Они непригодны, не децентрализованы, никакая другая биржа не решит эти проблемы. Что касается, кстати, биржи, кто на них торгует. Нужно отметить, что больше всего торгуют, конечно, американские трейдеры. И они являются наиболее активными среди крупных бирж. То есть, под активностью подразумевается то, что они чаще всего проводят сделки. И, опять-таки, это виднеется на бирж Бинанс, на Coinbase. Потому что это американская биржа. Также мы видим, что это присутствует на Poloniex и Bitrix. Последняя, Poloniex, вообще плохая биржа. Я ее никогда не рекомендую. Потому что есть знакомый, у которого с ICO были эфириумы. В итоге, когда был хайп эфириума, Poloniex как-то взял, заблокировал ему доступ. Потому что он якобы зашел с другого компьютера. И потом не давал ему доступ к, значит, кошельку. В итоге мы можем сказать, что Poloniex, эта биржа, ну, не очень. То есть, с репутацией. Если вы уже знакомы, погорели. То я считаю, что биржа даже не стоит выеденного пальца. Что касается Джастина Сана, BTT и TRX. Он анонсировал то, что на День Святого Валентина будут у нас принимать участие селебрити. И будут какие-то популярные люди там. И здесь говорится, что значит на Валентин Дейс выйдет секретная кампания. Для TRON и BitTorrent многочисленные знаменитости будут на борту. К вашему сведению, один из главных персонажей, Фрэнс, один победитель, Голден Биуэртс и один победитель, супер, что-то там. То есть, нужно учитывать, что это просто ширма. И сейчас, в принципе, просто подогревает интерес Джастин Сан к своим проектам. И нужно понимать, что, например, сейчас такой проект, как BTT, у нас, ну, откатился. И сейчас, конечно, по нулям стоит. Возможно, к этому событию он еще даст какой-то жар. И нужно понимать, что BTT, по сути, ну, я считаю, что перестанет расти до 11 февраля. То есть, после 11 февраля, когда BTT уже раздадут за TRON, то я считаю, что навряд ли что-то будет интересное. Ну, как бы так. Ну, а с вами был Криптовтеев. Спасибо за просмотры. Всем удачи и всем пока.